Просто в духовном мире реально падают оковы зла, всякого нечестия, всякой бесовщины в этом городе, в этой стране. Пред именем Иисуса Христа преклонилась уже, Библия говорит, небесно-земное преисподнее. Демоны, бесы, они просто падают ниц. Там, где провлашается власть имени Иисуса Христа. Слава тебе, Господь! Примерно месяц тому назад ко мне пришла одна женщина, она болгарка, и она сказала так, что муж мне говорит, я этого не слышу, я этого не вижу. Это происходит каждый раз во сне, во сне я начинаю кричать, во сне я начинаю произносить какие-то страшные слова, я начинаю что-то верещать, что-то говорить. Мой муж просыпается, пытается меня успокоить, но я потом, когда утром просыпаюсь, я ничего не помню. Вы что-то можете сделать, я говорю, я могу за вас только молиться. И когда я начал за нее молиться, бесы начали через нее проявляться, начали кричать и начали верещать. И она в ужасе сказала, я первый раз слышу, как это происходит со мной, потому что до этого это происходило со мной только во сне. Я сказал, хотите ли вы, чтобы я помолился за вас освобождение, потому что это духи, духи злобы, мучают вас изнутри, и вы можете получить освобождение именем нашего Господа Иисуса Христа. Вы в это верите? И она сказала, да, верю, помолитесь, пожалуйста. И когда я помолился, бесы начали орать, начали кричать, и просто в один момент она стихла. И потом она пошла в церковь, но по стереотипам, да, она пошла не в нашу церковь, она пошла в православную церковь, рассказала о том случае, и там сказали о том, что это что-то не от Бога. Вот, и просто, ну, она говорит, ну, если я вот туда пойду, нет-нет, туда не ходите, это вообще там что-то там, что там творится, короче, там, ну, вот. Совсем вот на этой неделе, буквально позавчера, она пришла к нам, и абсолютно свободно, это другой человек. Вчера приходила девушка с тяжелейшей депрессией, 13 лет в депрессии, на тяжелых антидепрессантах, никакой надежды, она уже опустила руки, и я предложил ей помолиться. Когда мы помолились вместе с ней, Бог прикоснулся к ней, и когда она выходила из комнаты, из кабинета, мы увидели, теща мою увидела, мы посмотрели на нее, я говорю, ты изменилась. Он говорит, посмотри на себя в зеркало, у тебя лицо стало светиться. И вы знаете, это было, конечно, невероятно. Люди получают освобождение сегодня. Может быть, для вас это звучит немножко странно, или там, да, может быть, для кого-то это, ну, просто что-то непонятно, но я хочу сказать о том, что ничего не изменилось. Как 2000 лет тому назад Иисус освобождал, так и сегодня Он освобождает. И знаете, вот буквально вчера я получил такое, ну, может быть, маленькое, но довольно сильное откровение, когда я увидел вот эту ситуацию опять очередной раз, потому что Бог много раз освобождал, и в Казахстане много людей получили освобождение. И я получил для себя откровение о том, что вот этот дух депрессии – это настолько распространенный дух на сегодняшний день. И Бог мне просто открыл, что во Христе Иисусе мы просто получаем освобождение от определенного духа. Духа злобы поднебесная, как написано. Что такое депрессия? Депрессия – это всего лишь следствие того, что люди этого мира являются причастниками вот какой-то большой такой мега-системы, князем которого является сам дьявол. И они по-любому будут в депрессии. Слышите меня? По-любому будут в депрессии. Даже если внешне они будут выглядеть счастливыми, даже если там какие-то поп-звезды, которые внешне улыбаются, радуются, у них внутри вакуум. Поверьте мне. Я работаю психоаналитиком до более 20 лет и слушаю многочисленные истории. Люди, которые кажутся счастливыми в этом мире, они самые несчастные. Поверьте, да? Я хочу сказать, что мы имеем во Христе Иисусе? Во Христе Иисусе мы получили право, привилегию, честь, быть причастниками божественного естества. Скажи аминь на это. Вот что происходит с этой девушкой. Она пришла, она была часть системы дьявола, у нее была автоматическая депрессия, она лежала в психиатрической клинике, долгое время ее глушили антидепрессантами. Ничего не помогает. Она познала Иисуса Христа, и тут же Иисус освобождает ее не от депрессии. Депрессия – это всего лишь последствия. Освобождает ее от духа злобы. И она становится абсолютно счастливым человеком. Почему? Потому что она стала причастником божественного естества. Слышите? Частью царства Божьего, в котором нет депрессии, в котором нет горя. И даже если внешне на нас может быть сильное одновление, внутри мы самые счастливые люди. Аминь или не аминь? Скажи аминь. Потому что христиане – это самые счастливые люди на земле. Потому что истинные настоящие христиане всегда являются, вот в момент откровения, в момент, когда Господь прикоснулся к тебе, ты блажен. Слышишь меня? Это Иисус Христос говорит. Блаженны вы. Блаженны кроткие. Блаженны и так далее, и тому подобное. Блаженны плачущие. Слышите меня? Вроде бы, казалось бы, мы можем плакать на земле, но внутри у нас совершенная радость. Аминь или не аминь? Которую нас никто не может отнять. Аллилуйя. Слава нашему Богу. Я сегодня счастлив. Кто счастлив еще? Просто помашите руками. Потому что в этот момент, когда мы просто прикасаемся к Богу, в этот же момент происходит освобождение, исцеление, еще раз обновление завета, спасение. Вот это просто в Божьем присутствии. Все это мы имеем во Христе Иисусе. Слава нашему Богу. И вы знаете, к нам приехала... Вот я счастлив, что в нашу церковь Бог посылает своих верных служителей, детей Божьих. Приехала семейная пара, которая послужила нам на семейном семинаре. И просто мы получили какую-то благодать на благодать. Мы еще раз просто на самом деле окунулись в атмосферу счастья, какого-то Божьего такого присутствия. Я не мог не представить сегодня еще раз возможность пастору Валерию перед тем, как он сегодня уедет, улетит от нас попроповедовать, поделиться словом. То он сегодня ночью молился, да, то обычно я ночью не сплю, субботу и воскресенье. А сегодня я спал таким хорошим сном. Он выспался, спал, наверное, часов в девять, проснулся абсолютно счастливым. Но если бы мне в девять часов утра Наташа не подняла его, я бы дальше бы спал. Говорит, давай-давай, вставай, ты что-то сегодня поехали на море. Я просто спасибо пастору Валерию, что сегодня предоставил мне такую привилегию выспаться. Поэтому давайте мы встретим, поприветствуем пастора Валерия. Город Минск, Церковь Семья Божия. Слава Господу. Я так рад, что могу послужить простому пасторскому счастью. Приглашайте еще. Но для этого, чтобы приглашали, еще есть заповедь у проповедника, блаженно говорящее кратко, ибо еще пригласят. Слава Господу. Для меня огромная честь снова быть с вами и служить вам проповедью Божьего Слова. И сегодня я хочу проповедовать на тему «Дружелюбное отношение в Церкви». Давайте мы откроем с вами Ефесиным 4 главу, 15-16 стих. Но прежде чем вы откроете или включите ваши Библии, я хочу предложить вам на минуточку задуматься об идеальных отношениях в Церкви. Какие они? Что это такое? Вот просто 30 секунд осмыслите это для себя. Как бы вы чувствовали или воспринимали бы идеальными церковными отношениями? 10 секунд. 3 Спасибо большое, что вы согласились проразмыслить над этим. Могли бы вы пару человек буквально с места сказать, что вы себе надумали? О чем вы думали? Что это значит? Буквально пару тезисов. Для меня идеальное отношение к Церкви – это отношение, когда группа студентов очень разъемных, постоянное изучение в одном духе, в одном предмете. Здорово, дружеские семейные отношения вокруг чего, какого-то одного, да, в одном духе, как вы сказали. Хорошо. В одном учении. Здорово, спасибо. Еще. Да, пожалуйста. Все знают конечную цель. Все стараются сделать вместе эту работу быстрее, чтобы цель была достигнута. Так, спасибо. Командная работа. Все вместе стараются быстрее что-то сделать, достигнуть успеха совместного достижения цели. Здорово. Хорошо еще. Хорошо еще. Да, пожалуйста. Это любовь внутри. Любовь. Ну, здесь, что она касается, это касается того, что принимать такими, как здесь, если есть какие-то недобороны, но помочь тебе, чтобы не было никаких осуждений, то есть разрушений, чтобы это именно подробно, чтобы это именно подробно, как это любовь. Здорово. Любовь, принятие, помощь. Замечательно. И последнее. Могу только еще одному человеку дать возможность высказаться, потом вы это обсудите еще в течение недели. Еще. Да, пожалуйста. Я думаю, что это отношения, в которых есть конфликты, но это конструктивные конфликты, которые помогают объединяться, и они еще больше. Без склетин и додумок. Когда каждый может прийти и сказать не с ноги другу, а в глазах, то, что он о нем думает, если что-то там... Здорово. Открытые отношения, при которых и конфликты решаются конструктивным образом. Здорово. Аминь. Вы уже все сказали, теперь мне нужно только заполнить паузу, ну, то время, которое мне выделили, да? Давайте мы обратимся к тому, что говорит Писание. И мы увидим, что все то, что вы назвали, и еще то, чего еще, может быть, не прозвучало, но мы об этом думаем, рассуждаем, ожидаем этого, в Писании сказано. И Бог сегодня ищет людей, которые будут следовать тому, что Он сказал о взаимоотношениях в церкви, о дружелюбных взаимоотношениях в церкви. Итак, Ефесиным 4 глава с 15 по 16 стих сказано, «Но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава – Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для самого себя в любви, для созидания самого себя в любви». Аминь. Итак, мы видим здесь глава Христос, и церковь, она растет, возрастает в зрелости, достигая образа Христова, и оно соединено различными всякими взаимно скрепляющими, заметьте, не ослабляющими взаимно, а скрепляющими связи, где каждый человек, скажи каждый, повернись сейчас, посмотри на кого-то рядом, и вот видишь, посмотри на кого-то через пять рядов, через три ряда, в слово «каждый» включен этот человек. Теперь отвернись от всех, и представь себе человека, с которым тебе труднее всего общаться в церкви, и этот человек тоже включен. И церковь, посредством всяких взаимоскрепляющих связей, она возрастает в зрелость Божию, созидается в чем? В любви. Прочитаем также Исайя, 41 главу, с 5 по 7 стих. И там мы с вами увидим очень интересные вещи, проникаясь вот этой истиной, в которую погружает нас Писание, образы, которые оно для нас создает. Вот 41 глава Исайи, стихи с 5 по 7. Я начну после точки. «Они сблизились и сошлись. Каждый помогает товарищу своему и говорит своему брату, крепись. Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке хороша и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо». Когда мы говорим о дружелюбном отношении в церкви, для нас важно увидеть вот в этих двух местах Писания, которые я прочел для начала, чтобы мы начали об этом рассуждать и осмысливать, вот как раз таки прониклись бы мы этим характером взаимоотношений, взаимодействия освященного и регулируемого самим Господом Иисусом Христом. Через наше Ему послушание. Когда есть послушание человека, тогда Господь руководит. Нет послушания, Господь наблюдает, пока человек обратится к Нему и скажет, Господь, в чем дело? В тему дружелюбия в церкви можно входить разными дверями, разными входами. Мы можем войти через, во-первых, восполнение потребностей человека, ведь каждый человек, он нуждается в взаимоотношениях, не так ли? И желательно, чтобы эти взаимоотношения были здоровыми. И человек переживает вот это восполнение потребностей своих в принятии. Каждый человек нуждается в том, чтобы быть принятым. Каждый человек нуждается в любви, чтобы действительно он ощущал себя и находил себя любимым, что его любят, принимают. Также каждый человек нуждается в уважении и в ценности, которая связана также и с оценкой того, что человек тот или иной делает. Это один вход через восполнение необходимых человеческих потребностей в общении. Второе, вход, через который мы можем войти и взгляд на взаимоотношения в церкви, на дружелюбные взаимоотношения в церкви, это взаимодействие и сотрудничество, когда мы двигаемся к определенной цели. И мы хотим не просто достигать цели и результата, и потом, достигнув этого результата, оглядываясь, смотреть, а где же люди, они побитые, пораненные, лежат там. Потому что есть еще и процесс, который связан с достижением цели. И важно нам обращать внимание на то и другое. То есть и дружелюбные отношения в церкви, оно связано и с этим. Можно через эту дверь заходить к этой теме. Я бы хотел предложить вам еще другой уровень. Ведь знаете, когда мы имеем дело со Словом Божьим, там есть много разных уровней. И на один и тот же предмет мы можем смотреть вот на уровне один, один этаж, глубже чуть-чуть второй этаж, еще третий этаж, еще там могут открываться разные смыслы, тем и прекрасно Божье Слово, что оно открывается нам своей многогранностью, как алмаз, на который направляется луч, и он играет множеством красок. И это Бог, Дух Святой, который открывает то или иной уровень глубины. Я хотел бы открыть вам сегодня этот уровень проявления Божьей благодати. И я не буду говорить много сегодня о благодати, скажу только необходимое, потому что о благодати я целый семинар провожу, о Божьей благодати, и связанной как раз таки с подачей здравого библейского учения об этом. Но благодать Божья, и нам задают иногда вопрос о том, как же проявляется присутствие Христа в церкви, в евангельской церкви, у вас в церкви? Как оно проявляется? И для нас это очень важно понять, что мы не просто собираемся, как я однажды разговаривал с группой православных верующих, и они мне задают вопрос, вы где-то служите? Да, да, служу в церкви. В какой евангельской, протестантской церкви? О, так что у вас там за собрание? Собрались чайку попить просто, и все. Я говорю, как это вы так, откуда у вас такое представление, что в евангельской церкви мы собираемся только лишь так вот чайку попить по верхам, там и все такое. Я говорю, а Бога общение? И тут они начали рассуждать, и увидели, что они встретились с знающим человеком, что у нас на самом деле богослужение, это не просто три прихлопа, два притопа, покричали, порадовались тут, посидели, чайку попили, дали друг другу по пятерочке, и пошли, ну, поприветствовались, да и пять, и пошли по своим делам, разошлись на недельку. Церковь Божия, она собирается вокруг Божьего присутствия. И для нас очень важно понимать, как Бог действует прямо сейчас. Здесь у нас церкви, каким образом проявляется его действие или его благодать в жизнях людей. И традиционная церковь, католическая, православная, они стоят на том, что через таинство сообщается или передается Божья благодать и действие, живое действие Бога в жизни человека. Но как же у нас в Евангельской церкви? Вам интересно это знать? Первое, это то, что я уже назвал, это Богообщение. Источником Божьей благодати является сам Христос. Именно Он действует в жизни людей. Именно Он исцеляет, как мы слышали, и Он освобождает, Он изменяет жизнь человека, Он дает свою силу. Удивительные вещи происходят, когда Бог участвует, Дух Святой действует, Сам Христос действует в наших жизнях. И первое, на основании Библии, только лишь опираясь, я исследовал эту тему, и на основании Библии могу утверждать сейчас буквально несколько вещей. Богообщение. Богообщение. Когда мы молимся в церкви, что мы делаем? Это разве только лишь религиозный такой ритуал, традиция такая, что христиане молятся. Ну, все люди молятся своим богам, христиане молятся своим. Нет, в молитве мы с вами воспринимаем божественную благодать. Когда мы поем песнопение, то есть, когда мы прославляем Господа, это в этом тоже есть Богообщение. Мы встречаемся с Господом, и для нас это не просто, знаете, такая музыка танцевальная. Иногда вообще бывает, не нужно никаких инструментов, а иногда нужно много. И я благодарен Богу, что здесь, в церкви, есть такое живое прославление, в котором мы находим общение с Господом, которое является источником благодати Божьей в нашей жизни. И поэтому, когда ты молишься Богу, или как мы сегодня провозглашали, есть сила в Господе разбить все цепи. Что это означает, что сам Бог? Кто-то, может быть, думал о долгах, кто-то думал о болезни, кто-то думал о нерешенных ситуациях, напряженных ситуациях в семье. Есть вещи, которыми бывает нам нужно справляться. Бывают вещи в нас самих, они не зависят от внешних обстоятельств, насколько к тебе хорошо относятся, или насколько к тебе плохо относятся. Есть вещи, нерешенные в собственном сердце, и это становится цепью для тебя и богообщения. Когда ты дома, в молитве, ты читаешь Писание или общаешься с Господом, и там через это также происходит, вот эта передача Божьей благодати. Когда ты из молитвенной комнаты выходишь иным человеком. Это путь преображения. И знаешь, Христос, когда Он является в Своей Церкви, Он не здесь сосредоточен. Он проходит по рядам. Он заглядывает в каждое сердце. Он заглядывает в каждую жизнь. Его интересует, что ты сегодня на завтрак ел. Его интересует, во что ты оделся. Его интересует, что ты переживал. Его интересует, какие ошибки ты сделал, и как ты с ними хочешь справляться, чтобы помочь тебе. Его интересует твое напряжение. Его интересует твоя радость. Его интересует все. Он вездесущ. И Он проходит здесь, в Своем доме, наблюдая каждое сердце, заглядывая в каждую жизнь, давая свою благодать каждому человеку. Аллилуйя! Давая свою жизнь. И поэтому каждый из нас, пускай будет расположен сердцем, приходя в Дом Господень, искать Его. Второй момент – это, каким образом сообщается Божья благодать в евангельской протестантской церкви, это через проповедь Божьего Слова. Не зря Жан Кальвин поставил кафедру в центр евангельского богослужения. Но сказано, что когда проповедуется Божье Слово, благодать нам сообщается, она достигает нас. И Слово Христа, оно всегда было с благодатью. И знаете, здесь важно сказать вот о чем. О том, что, как один мой друг сказал, однажды после проповеди, говорит, знаешь, я заметил, что истина не только, не просто в устах глаголивающего, она в устах слушающего. Потому что ты можешь проповедовать все, что Дух Божий тебе вложил, но вопрос, что люди приняли. И поэтому, говоря эти слова, я обращаю их в первую очередь ко всей церкви, как мы слушаем, а не только к тем, кто говорят, проповедует Слово. И один проповедник, я помню, рассказывали еще в институте теологическом, когда я учился, рассказывали, как один студент теологического института приехал в свою церковь, в сельскую, и он начал космические вещи говорить, там собрались женщины старшего возраста, и вот он им говорит, дорогие братья и сестры, Бог трансцедентен, но он не только трансцедентен, он еще и эманентен и суверенен. И вот иногда такие космические проповеди, которые непонятны никому, иногда даже глаголющему. Он ведь по откровению, он же не успел осмыслить, ему же нужно выпалить все, что он узнал за эту неделю. Как у нас шутят тоже, говорят, что знаете, как узнать начинающего проповедника от опытного? Начинающий проповедник расскажет все, что знает, а опытный то, что нужно. И вот когда мы проповедуем, проповедь доставляет благодать слушающим, Слово Божие. И, во-первых, проповедуем для того, чтобы люди, которые нас слушают, совершали спасение и преображались в образ Христов, уподоблялись Христу. Первая причина, почему мы проповедуем. Вторая причина, почему мы проповедуем, это для того, чтобы наставить в вере, для того, чтобы церковь жила, каждый человек умел жить на основании Божьего Слова в той или иной сфере. Для чего мы еще проповедуем? Для того, чтобы видение, которое, и поручение, которое дано Христом, и которое воспринято служителями церкви, как видение поместной церкви, как вселенской церкви, чтобы оно было достижимо, достигалось. И тоже есть такие проповеди, которые нацелены на это. И также мы проповедуем еще для ответа Божьего на актуальные темы. Вот когда есть в чем-то нужда, и церковь нужно наставить, как себя в этой нужде вести и так далее. Благодать слушающим доставляет Слово. И я вспоминаю одну историю, когда один молодой проповедник, он начал проповедовать такие вот космические проповеди, и он был молодым пастором, новым пастором в церкви, и его церковь послушала одно воскресенье, второе, а на третьем воскресенье пожилой диакон, который всегда был в этой церкви, он в воскресном служении подсел к этому пастору, на молодому пресвитеру, и он сказал, пастор, вот у нас есть полчаса до служения, я могу вам кое-что рассказать? Он говорит, да, конечно, расскажите. И вот они наблюдали, как люди входят в церковь. И он говорит, вот зашла семья, они год назад потеряли своего сына в автокатастрофе. А вот зашла еще одна семейная пара, у них финансовый кризис. А вот зашла еще вот эти люди, они, вот, и он начал рассказывать о жизни этих людей, этому пастору. И знаете, проповеди поменялись. Проповеди стали доставляющими божественную благодать церкви. Аллилуйя. Еще то, как мы воспринимаем Божью благодать, это из, конечно же, таинств. И протестанты признают два таинства, которые содержат в себе спасительную благодать. Это таинство крещения и таинство причастия. Это таинства, которые имеют видимый знак или видимый символ невидимой Божьей благодати. Не углубляюсь в эту тему сейчас. И еще, каким образом, вот то, что важно для нашей темы сегодня, то, как мы превоспринимаем Божью благодать, то, что говорит нам Писание, все могу Писанием обосновать, показать, раскрыть это, это через дары членов церкви. Аллилуйя. Через дары, через наши жизни. Писание говорит, что каждый из нас имеет дар, имеет благодать по мере дара Христова, и мы все, как добрые домостроители Божьей благодати, многоразличные Божьей благодати, должны что? Служить этим и взаимодействовать друг с другом. А вот здесь, как раз таки, для того, чтобы осознать вот то, о чем мы говорим, для чего нам нужно дружелюбное отношение в церкви, как раз таки для того, чтобы Божья благодать могла беспрерывно и беспрепятственно действие Духа Святого достигать абсолютно каждого, кто является частью церкви или кто ей еще станет. Аминь. Мы ответственны за взаимоотношения, которые мы строим, и ответственны не просто друг перед другом, чтобы нам было приятно. Ведь нам хочется, чтобы нам было приятно здесь, не так ли, в церкви? И нам чуть меньше хочется делать приятно кому-то, но тем не менее хочется. И говоря о дружелюбном отношении в церкви, мы хотели бы сегодня немножко оторваться от привычного, связанного с человеческим комфортом смысла и посмотреть на то, как наши взаимоотношения могут дать свободу Духу Святому действовать в наших жизнях. Хотели бы вы этого? Может быть, кто-то, когда я попросил вас задуматься об отношениях в церкви в начале, может быть, кто-то из вас именно это и представил, когда я прихожу в отношения, в церковную семью, эти отношения исцеляют меня. И я служу для исцеления и укрепления кого-то еще, из моих братьев и сестер. Это то, что высвобождает действия Бога. Это то, что служит подкреплением. Это то, что является глотком живой воды. Хотели бы вы таких отношений в церкви, которые бы развивали, которые бы исцеляли? Именно об этом говорит Новый Завет, повествуя нам о взаимоотношениях, которые устанавливает Бог с человеком. и люди, которые являются Божьими детьми между друг другом. Ведь когда мы приходим в общение с Богом, если кому-то хочется поглубже еще исследовать, просто пометьте себе, это кайнония, кайноничные отношения в церкви. И когда мы приходим в это общение с Богом, разве мы не восхищаемся, разве мы не становимся лучше? Разве мы не находим подкрепление, исцеление, понимание, принятие? Конечно, находим. И как апостол Иоанн говорит, что наше общение с Богом, ваше общение с нами. Мы приносим в наши взаимоотношения то, что мы черпанием от Бога. И говоря о дружелюбии в церкви, мы говорим в первую очередь о дружелюбии по отношению к нам самого. Бога. Бога. Аминь. И именно в этих категориях нам следует двигаться, рассуждая над взаимоотношениями. И так нам важно увидеть в дружелюбии церковной семьи действия Духа Святого. И любовь, она исцеляет боль. Ведь сколько людей раненых, раненых небрежными взаимоотношениями, поверхностными взаимоотношениями, неумелыми взаимоотношениями. Сколько раз мы сами причиняли боль другим, сколько раз нас ранили. И ведь нам необходимо место, где мы получили бы исцеление от этих глубоких внутренних ран или затянувшихся давних ран. И Господь, Он предусмотрел вот церковную семью, церковное дружелюбное взаимоотношение для исцеления всякой боли. Иногда мы можем и в церковных отношениях получить. Как один проповедник однажды сравнил, говорит, все зависит от того, на каких учеников попадешь. У Иисуса тоже было 12 апостолов, говорит, если бы на Петра нарвался, когда пришел к Иисусу, то тебе долго пришлось бы объяснять, что ты сюда пришел, что тебе-то ищешь здесь, может тебе пойти в другую церковь, походить там где-то. Если на Иоанна нарвался, то, ну, считай, что тебе повезло. А нарвался на Иуду, то за вход или за выход пришлось бы платить. Разное встречается. И нас ранят, мы раним, но Бог здоровый. И во взаимоотношениях бывает разное, но там, где действует Дух Святой, где мы позволяем Богу производить то, что Он желает, происходит исцеление. И это в отношениях ведомых любовью, любовью Божьей. Любовь не просто исцеляет, она и развивает. Верно, друзья? Любовь побуждает нас к развитию, любовь побуждает нас к тому, чтобы мы шли дальше, развивались не просто в достижениях жизненных, но в том, во первую очередь, в том, кто мы есть, кем мы становимся в Боге, как его преобразование в нашем характере происходит. Нужно сказать еще, что препятствует дружелюбию. К сожалению, не могу я развернуть все, что хотелось бы вложить, но скажу, как я думаю, одно, но важное, что важно услышать, мне кажется, вот для сегодняшнего дня. на мой взгляд и по опыту то, что препятствует дружелюбному взаимоотношению в церкви, это то, что я определяю, как синдром Люцифера. Что это такое? Это представление о собственной исключительности. У меня такой особый дар. Я так сказочно богат. Не то, что эти другие члены церкви. Этот синдром исключительности, он проявляется в разных формах, но он всегда ставит человека в обособленное и исключительное состояние, в состояние самодостаточности. И, к сожалению, современная культура и философия, которая сегодня возглашается и пропагандируется в этом мире, она это отношение только подпитывается. У тебя особый взгляд на все вещи. Иногда в церкви ты можешь увидеть, что два дара ходят по разным сторонам, не соприкасаясь друг с другом, потому что один считает, что самое главное это его дар, второй считает, что самое главное вот этот дар. и иудеи с самарянами не сообщаются. Они исключительные. К сожалению, бывает, что люди увлекаются этим и это уже путь к разрушению. Некоторые семьи замыкаются на своем мире, им никто не нужен, они самодостаточны. Некоторые служения становятся особенными. Я сам провел много лет в прославлении, я знаю, что это такое. Человеческая гордыня. Это привело дьявола или Люцифера к тому, кем он стал. К сожалению, некоторые церкви, в которых есть какие-нибудь диатриэфы, они закрываются сами на себе мыслянными категориями тела Христова, в котором много членов, которые призваны взаимодействовать и вместе для чего-то служить, достигая того, что является целями Царства Божьего. Они становятся на путь одиночества и получаются какие-то там планеты, которые сами по себе им никто не нужен. Все закрыто там. Но Дух Святой что-то иное производит. Он открывает. Что помогает взаимоотношениям. И вот эта вот исключительность самодостаточность препятствует. Но давайте назовем тоже хотя бы одно, что на мой взгляд важно и полезно для дружелюбной, дружелюбного отношения в церкви. Я назову это просто отклик. Скажи отклик. Отклик. Когда кто-то проявил к тебе какое-то внимание, откликнись на него. Кто-то пригласил тебя на чай, откликнись. Знаете, в чем проблема современного человека? Он слишком занят. Точнее, не так. Он думает, что слишком занят. Я знаю, это прекрасно, когда люди страдают от недостатков взаимоотношений, здоровых взаимоотношений. Ты создаешь какую-то возможность для людей и призываешь пойдемте, поехали, давайте вот это. Есть возможность. Люди говорят, да, мы хотим, но у нас нет времени. Отклик очень важен. Откликнись на то, что тебе сделали хорошее или предложили. Откликнись, просто отзовись, откликнись на это. Ну и, конечно же, сам инициируй. С кем-то мы сегодня разговаривали с утра, говорит, что люди чаще всего думают, что им должны позвонить. Удиви всех, набери трубку, возьми, набери новин. Экклесиаст 4, 9, 10. Последнее местописание. Я завершу мою проповедь сегодня. Экклесиаст 4 глава и стих 9 и 10. Некоторые привыкли читать это только лишь применительно к супружеской жизни. Но давайте вчитаемся, о чем там речь. Конечно, к супружеской жизни это применимо. Но двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Я хочу проиллюстрировать это местописание одной истории, которую, когда я был молодым человеком, занимался туризмом, спортивным туризмом, мы ходили в категорированные походы, мне рассказали ребята-альпинисты о наших в то время советских альпинистах. Они пошли высоко в горы, и там был ледник, и там было одно сложное место, которое нужно было пройти, потому что с одной стороны была стена ответственная, скала, узкая тропа, потом какое-то количество метров ледника под наклоном и пропасть. И руководитель группы, он поставил их в всю команду по связке по два человека. Связка это то, что когда соединяются два альпиниста веревкой, чтобы они могли подстраховать друг друга. Но иногда связка всю команду связывают, а иногда только два человека, и когда вся команда это для того, чтобы иметь возможность держать, а иногда по два человека, чтобы вся команда не слетела. Это особо опасные участки. И вот случилось так, что один альпинист оступился и он покатился вниз. Что такое альпинист? Мужчина 85 килограмм плюс 30 килограмм снаряжения приблизительно. И второй, который был с ним в связке, каким-то образом смог зацепиться кошками за ледник и остановить его падение, когда тот уже навис пропасть. И его заблокировало снаряжение. Он висел на лямках и на веревке. И этот держит. Прошло некоторое немного времени, они думали, что делать, пытались как-то там, но поняли, что если этот перестанет держать, чтобы веревку кинули или еще что-то, он просто сорвется. И они поняли, что нужно вызывать вертолеты. Но в это время он соскользнул и снова зафиксировался. И когда вся команда увидели, что он начал соскальзывать, что ему тяжело, они начали кричать «Режь веревку!» И тот, который висел над пропастью, он тоже кричал «Режь веревку!» Лучше нам, чтобы один погиб, чем вы оба пропадете. Но он говорит «Буду держать!» И вот он лежит на этом леднике, соскальзывать, снова цепляясь и держит. У каждого дома семьи, у каждого есть желание жить. И он держит. Прошло несколько часов, когда пришли вертолеты и сняли их с этой скалы. И вот это мужество, о котором говорит Писание, когда один упадет, а другой будет держать его. И горе, когда нет товарища, который бы поддержал. Церковь, мы в связке. Мы в связке. Семьи, мы в связке. И Христос, который висел на кресте, он был связан с тобой. И этот крест, это та веревка и та рука, которая держала тебя над пропастью. И Христос и до сих пор тебя держит. Потому что ценит жизнь каждого человека. посмотри вокруг себя, в глаза людей, которые сидят рядом, посмотри на них, обернись, посмотри. Ты можешь оказаться в связке в жизни с каждым из них. Каждый из них ценен и важен. И эту ценность Христос доказал на кресте. в церкви нет элиты и прихожан. В церкви есть драгоценные искупленные дети Божьи. Пускай им каждый из нас будет доступен на расстоянии вытянутой руки, чтобы крепко держать друг другу. Пускай отношения в этой церкви будут здоровыми, исцеляющими, приносящими любовь, радость, исправляющими в здравом смысле, направляющими, благословленными с участием Бога в них. Пускай церковь будет здравой и пускай этот дом он славится, эта церковь славится тем, вот, что у этих любовь есть между ними. Давайте помолимся. Давайте помолимся. Господь и Отец, мы благодарны Тебе, что Ты Бог живой, и Ты несешь и даришь мне религиозную систему со Своими правилами, порядками, со Своими нормами, требованиями, со Своими целями, где человек винтик в системе, обслуживающий ее. Господь, Ты создал церковь, как семью, где живые отношения, где любовь, где каждый ценен и важен, где мы можем поддерживать друг друга, где мы можем, Господь, открыто друг другу смотреть в глаза, Господь, взаимодействовать, Боже, приносить взаимное вдохновение, где тот, который сегодня казался незначущим, завтра может быть очень необходимым тому, кто думал о себе как о значимом. Боже, мы молимся, пускай наши отношения будут открытыми, Господь, пускай во имя Иисуса они будут здоровыми, Господь, во имя Иисуса пускай действительно тот образ, который Ты даешь нам в Слове Твоем для церковных взаимоотношений, он будет нами не просто потому что мы не будем просто информированы об этом, но даруй нам благодать и силу применить это в жизнь и пускай Твоя слава здесь распространяется и расширяется и пускай Господь нам как эта церковь имеет миссионерское видение пускай то, что происходит здесь нам будет действительно не жалко и не стыдно масштабировать и принести еще куда-то Господь благослови и во имя Иисуса пускай Твоя жизнь Твоя сила Твоя благодать здесь никогда не иссякнут и пускай во имя Иисуса Тебе всемогущему Богу который может сделать более того о чем мы просим и о чем даже думаем будет вся слава Аминь аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok